По Николаевке, ведёт Шрёвка, Алексей мне, ведёт Крёвка. Ушедшая уже давно в народ песня про Николаевку, которую сейчас распевают по всей стране, вполне себе имеет авторов. Композитора Сергея Трусова и поэта Николая Ерёмина. Автор текста, сам всю жизнь проживший в Николаевке, задорно и с любовью воспел этот Красноярский исторический район. Именно в честь последнего императора Николая II, который, будучи цесаревичем в 891 году, посетил Красноярск, и назвали начавшуюся тогда активно расстраиваться городскую слободу. Невероятно для нынешнего времени случай. Название придумали сами жители. Наименование «Николаевское» установилось среди жителей той части города Красноярска без всякого внешнего побуждения. И в этом факте нельзя не видеть трогательного единения престола с народом. Из доклада Красноярской городской управы в Городскую думу от 10 ноября 1899 года. Изначально Николаевская слобода была задумана как второй центр. С началом строительства железной дороги район стал престижным. Две школы, три церкви. До нынешних времен сохранились редкостные для начала прошлого века кирпичные постройки жилого дома и училища. Жители в основном весьма успешные тогда железнодорожники. Все изменилось после революции. Церкви разрушили, а слободу стали заселять активно переезжающие из районов крестьяне, а также освободившиеся из мест не столь отдаленных граждане. Началась новая жизнь. Когда я приходила выдать пенсию или письмо, я видела быт людей. Он был достаточно скромный. Были на видном месте, вы же представьте себе, были, это 60-е годы, шкатулки из почтовых открыток. Люди не умели расписываться, многие люди не умели расписываться. Представляете, страна была неграмотная, но эти люди были хорошо приспособлены к жизни, потому что их в семье с детства приучали к трудолюбию. За 25 лет работы почтальоном коренная местная жительница Галина Петровна исходила Николаевку вдоль и поперек, выучив все наизусть. Выйдя на пенсию, на собственные сбережения она организовала в своем доме уникальный, может быть, единственный в городе частный музей, где собирают все, что связано с историей Николаевки. Когда старинные дома разрушают, пенсионерке достаются дверные ручки, вырезные наличники, а также утюги, которым больше века, колотушки для дров и прочие предметы, без которых было не обойтись в быту еще 50 лет назад. Есть, например, амбарная книга 30-х годов. Даты рождения жильцов впечатляют 899-й, 901-й. Настолько сильная ностальгия, вот настолько вот по ушедшему времени, по-советскому можно сказать, но какое-то вот уважение к своей родине проснулось у меня, и проснулось оно вот сейчас. С середины 20-го века город активно осваивал другие районы, главным образом правобережье. А Николаевка стала приходить в запустение, ведь шали дома, разрушались дороги, да какой там культурный центр. Не всяк решался ночью пройти по району, при лучшем раскладе отделаешься побоями и украденным кошельком. Опальный физик Валентин Данилов, отсидевший 10 лет в колонии строгого режима, говорит, ему, профессору, несложно было найти общий язык с матерными уголовниками. Я вырос в Николаевке, поэтому ничего нового я там не услышал, честно говоря. Это просто некое воспоминание детства, в этом вопросов никаких нет. Начиная с 90-х Николаевкой заинтересовались люди с деньгами. Тут да там появлялись богатые коттеджи. Вот такой неплохой домик, например, себе строил с божьей помощью скандально известный отец Федор. Что касается старинных построек, то их регулярно можно было созерцать в местных новостях, ведь в Николаевке постоянно что-то происходило из ряда вон. Она по весне и лету превращалась в одну сплошную помойку. Ее постоянно заливало водой, да так, что местные калечили руки и ноги, а в подвалах напрочь уничтожались запасы. Все, проводка, банки, все в воде. Лестницу даже вывернула. По причине неисправности ветхость электропроводок беспрестанно отключали свет. И жители порой по трое суток вынуждены были готовить себе обеды на костраках и при 30-ти градусной жаре. Все попрокисло, вот надо написать, давайте напишем заявление. И все соберем в кучу и унесем депутатам. Пусть они едят кислятину нашу. А уж сколько здесь было криминальных происшествий, сколько взрывов, пожаров и что самое печальное с человеческими жертвами. Куда полез? Ты что делаешь? Все сгорело, все жирно сгорело, все в доме сгорело. С Богом забытая Николаевка, то света нет, то водой льет. Но не катаклизмами едиными. После окончательного сноса памяти Николаевки все же останется не только в музее Галины Петровны и песни, а еще и в кинематографе. 16 лет назад здесь снимался мегапопулярный в начале 2000-х сериал «На улице разбитых фонарей». Одна из серий называлась «На улице Марата». Интрига завязывалась, куда написанный на 10-рублевой купюре адрес улица Марата привел доблестных ментов в логово жуликов – Красноярскую Николаевку. Мы и подумать не могли. Для нас улица Марата – чисто питерский адрес. А вот наша улица Марата. Есть сходство? Однозначно. Слушай, Андрюх, а где Невский? Там или там? А? Что это такое? Это полдень, пушка бьет, как у вас там на Петропавловке. У нас тут и стрелка есть, нам туда. Слушай, если в следующий раз в Эрмитаж позовут, прошу в каком городе? За наших красноярских товарищей, за наше общее дело. В общем, за близкий нам Красноярск. Поехали. Наталья Кичина, Виталий Субботин. Воскресные новости.